Верховный Совет РСФСР Верховный Совет РСФСР Верховный Совет РСФСР В отличие от 1991 года, когда вокруг Верховного Совета, когда совершался переворот 1991 года, тогда в основном голубые, проститутки, бандиты, шулера собирались вокруг и привозили на автобусе. А здесь, в 1993 году, граждане поняли, что это их власть. В планы Ельцина разговор с народом и Верховным Советом не входил, поэтому в Москву заранее приехали иностранные натовские снайперы, которые впоследствии стреляли и в народ, и в силовиков. У многих депутатов не было и мыслей покинуть Верховный Совет. Даже на фоне того, что сдаться их призвал председатель специальной ликвидационной комиссии Александр Починок, разъезжая у здания на машине. Через микрофон объявлял, ну типа, Рус, сдавайся, 30 тысяч рублей, квартира, должность, все будет, как говорится, предусмотрено. Вячеслав Котельников напомнил, когда Ельцин приказал подразделению «Альфа» убить всех, находившихся в Белом доме, чтобы и свидетелей не осталось, те потребовали от него письменного приказа, но так его и не дождались. В результате «Альфа», наоборот, вывела людей из здания невредимыми. «Альфа» четко объяснил, ребята, вы выполнили свою задачу, мы вас выведем и вы хоть кому-то расскажете. По версии власти, всего погибло во время путча около 140 человек, но есть и другие цифры. Вячеслав Котельников, основываясь на информации врачей, говорит, что только в самом Белом доме погибло больше 500. Только вооружив бандитов, посадив за рычаги танков офицеров, опираясь на поддержку некоторых подмосковных военных частей и использовав силовиков из национальных республик, Ельцин сумел расправиться со своими противниками. Однако последующие выборы в Государственную Думу были для него неутешительны. Много мест получили коммунисты. Обмануть народ не удалось. Кирилл Янчицкий, Сергей Чернов, Обком ТВ.